Наталья Бруй Ретро-выставка о свадебной моде и традициях пройдет на Случине. Более подробно об этом в нашем сегодняшнем выпуске. Очередной тур районного чемпионата по интеллектуальным играм «Что, где, когда» прошел в Слуцком молодежном центре. Удалось ли соперникам обойти постоянного лидера Слуцкого чемпионата команду Центральной районной больницы, вы узнаете из нашего сюжета. Большинство команд уже хорошо знают друг друга. Как и в любом соревновании, на данном интеллектуальном турнире есть свои лидеры. Это такие команды, как «Гиппократ», «Артхаус» и другие, которые не теряют надежду на свою победу. По традиции сначала прошла разминка «Своя игра», а после сложных интеллектуальных баталий знатоки смогли отдохнуть под музыкальную композицию. Уже после перерыва возобновилась элитная игра «Что, где, когда». На данном этапе игрокам необходимо проявить смекалку и продемонстрировать свои познания в различных областях, будь то наука или литература. Сделать это за одну минуту не так уж и легко. Много эмоций можно было прочесть по лицам знатоков. Радость правильному ответу, негодование от допущенной оплошности или элементарное волнение перед оглашением ведущей результата игры. Так что скучной эту игру не назовешь. Победителем в интеллектуальной игре стала команда «Артхаус». Завершена очередная игра, прошла очередная встреча. Она оставила свои эмоции, переживания и назвала новых победителей. С удовольствием вручаем мудрую слову команде «Артхаус». Третий тур чемпионата позади. Еще нас в этом году ожидает 9 игр. Следующая, четвертая игра состоится в третью среду апреля. Наталья Бруй, Алексей Корзум, Слуцк ТВ Жители Минской области приглашают стать соавторами ретро-выставок о свадебной моде и традициях. Выставки будут представлять собой своеобразный экскурс по свадебным традициям и свадебной моде, услугах органов ЗАГС и тех трансформациях, которым они были подвержены на протяжении столетия. Организаторы выставок предлагают жителям помочь в наполнении экспозиции и представить хранящиеся в семейной коллекции фотографии и экспонаты, которые впоследствии обязательно вернут владельцам. Большинство подобных тематических выставок пройдет в городах Минской области в мае и июне. Предполагается, что наиболее крупная ретро-выставка состоится в Слуцке во время открытия Дворца бракосочетания. Творческая акция КВН-2017 прошла в Слуцком центре детского творчества. Тема конкурса «Весна». О том, чем отличается этот конкурс от обычного школьного КВНа, мы вам расскажем прямо сейчас. Районная творческая акция КВН-2017 была посвящена весне. Участвовали в конкурсе 8 команд из разных школ Слуцка и Слуцкого района. Название темы КВНа было «Весенняя копель». Тему самого романтичного времени года участники раскрывали и в шутках, и в песнях. Другой главной темой игры был здоровый образ жизни. Дело в том, что эта игра была необычным школьным КВНом. Среди ее участников были ребята, которые стоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. А в жюри сидели представители ИДН из Слуцкого социально-педагогического центра. Таким образом, слуцкие педагоги решили занять школьников интересным и полезным делом – подготовкой к КВН. Когда придумываешь сценарий недовредных привычек, здесь нужно проявить всю свою находчивость. Знаете, шутки приходят как-то даже порой спонтанно. И в последние моменты, когда накаляются страсти и нужно что-то отвечать. Ну, ребята у нас креативные, могут быстро придумать и сообразить, если нужно будет. И как-то само приходит. Надо сказать, что жюри не жалела детские команды и судила достаточно строго. Были и двойки, и тройки. Победителем игры стала дружная и креативная команда «Сахарный город» средней школы номер 12. Олеся Белая, Алексей Корзун, Слуцк ТВ. Торжественное вручение паспортов слуцким школьникам состоялось 15 марта в Слуцкой районной центральной библиотеке. Акция была приурочена ко дню Конституции Республики Беларусь. Более подробно расскажет Екатерина Никитина. 15 активных слуцчан, отличившихся успехами в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни, получили свой первый и главный документ – паспорт. От имени Слуцкого районного исполнительного комитета, Слуцкого районного совета депутатов примите поздравления с главным государственным праздником Республики Беларусь с Днем Конституции. Стало доброй традицией в День Конституции проводить Всебелорусскую акцию «Мы граждане Республики Беларусь». Торжественное мероприятие в рамках Всебелорусской акции «Мы граждане Беларуси» состоялось в Слуцкой центральной районной библиотеке. В торжественном мероприятии приняли участие представители местных органов власти, общественных объединений, депутат Палаты, представитель Национального собрания Республики Беларусь. Вы получаете основной документ – паспорт. Становитесь полноправными гражданами нашей страны. Именно от вас зависит, каким какой она будет и завтра, и в последующие годы. Ведь именно на вас Беларусь делает ставку. С этого дня 14-летние парни и девушки приобретают статус полноправных граждан. А это значит, что наряду с более обширным кругом прав и свобод, молодым людям предстоит за каждый шаг и каждое слово, за судьбу Родины и ее благосостояние, нести ответственность перед самим собой, перед семьей, малой Родиной и народом нашей страны. Вы сегодня получили этот документ. Этот документ дает не только права, которые вы приобретаете с получением этого паспорта. Этот документ также вас обязывает быть честными, справедливыми по отношению к себе, к своим родителям, также к своей Родине, Малой Родине, Случине и Большой Родине Республики Беларусь. Организаторы акции Случский райком БРСМ, отдел идеологической работы культуры и по делам молодежи, отдел образования спорта и туризма Случского райисполкома уверены, что подарив молодым гражданам Случины возможность такого старта, дав правильный посыл в деле личностного и гражданского становления, за будущее нашей Родины можно быть спокойными. Этот документ и воплывающий, и радостный, и заставляющий надуваться. Ведь впереди взрослая жизнь. И то, какая она будет, зависит только от нас. Юным участником акции Лариса Геннадьевна Добровольска, заместитель председателя Случского районного исполнительного комитета, вручила главный документ – паспорт. Владимир Александрович Гирега, начальник Случского районного отдела внутренних дел, полковник милиции, вручил книги «Я – гражданин Республики Беларусь». Конституцию Республики Беларусь вручила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Витальевна Рожанец. Поздравляю вас с сегодняшним замечательным событием. Желаю вам здоровья, счастья и успехов. Екатерина Никитина, Алексей Корзун, Слутк ТВ. Конкурс «Наша дружная семья» прошел в пятницу в городском дворце молодежи. В нем приняли активное участие шесть молодых семей с детьми жителей Слутска. Они соревновались в творческих и хозяйственных конкурсах. О самых дружных семьях Слутска расскажет наш корреспондент. За звание «Самые дружные» на сцене дворца молодежи боролись семьи с маленькими детьми. Первые два конкурса были их домашним заданием. Каждая семья подготовила визитную карточку, видеопрезентацию. Кажется, что соревновались они в том, кто сильнее тронет сердце зрителей и жюри. Здесь были семейные и детские снимки, видеопризнания в любви и любовные фотоистории. Для следующего творческого конкурса участники готовили номера. Семья Вишневских показала целый маленький юмористический спектакль про красную шапочку и волка. Другие семьи тоже очень постарались. Зрители увидели танцевальные папури и даже один гимнастический номер. Остальные конкурсы подготовили организаторы. В них папы заплетали волосы дочкам и мастерили скворечники, а мамы изготавливали вешалки. В итоге самой дружной семьей были признаны Павел и Татьяна Меркурьевы, сыном Матвеем и дочерью Софьей. Олеся Белая, Игорь Стришкин, Слотск ТВ. На прошлой неделе в Центре детского творчества прошел региональный этап республиканского конкурса «Супервожатый» среди старших вожатых пионерских дружин. Кто вступил в борьбу за звание «Супервожатого» и кто из конкурсантов вышел в областной этап конкурса, вы узнаете в сюжете нашего корреспондента. В празднике профессионального творчества приняли участие талантливые и творческие педагоги-организаторы. Региональный этап республиканского конкурса «Супервожатый» среди старших вожатых пионерских групп собрал в Центре детского творчества 9 пионервожатых из Слуцка, Солигорска, Копыля, Любаня и Старых Дорог. Я счастлива открывать данное мероприятие, знаковое и, можно сказать, профессиональное, ведь быть вожатым – это призвание. Призвание, которое заставляет жить с широко открытыми глазами, распахнутым сердцем и мечтающей душой. Конкурс «Супервожатый» – это творческое соревнование, которое требует не только трудолюбия и мастерства, но и огромной веры в собственные силы. Поэтому я желаю всем конкурсантам убедительных побед и невероятного упорства. В номинации «Открытие года» приняли участие старшие вожатые с опытом работы в пионерской организации от года до трех лет. В номинации «Опыт и мастерство» старшие вожатые с опытом работы свыше трех лет. Жюри оценивало конкурсантов в двух номинациях – «Самопрезентация», «Имя моё вожатый» и «Коллективно-творческое дело. Клич пионеров». Победителями стали в номинации «Открытие года» Валерия Радаева – педагог-организатор гимназии номер один города Слудска. В номинации «Опыт и мастерство» Инна Дичковская – педагог-организатор средней школы номер 12 города Слудска. Организатор мероприятия – областной совет Белорусской республиканской пионерской организации. В торжественной обстановке вручил победителям дипломы. Песня «Открытия» Победители регионального этапа республиканского конкурса «Супервожаты» среди старших вожатых пионерских групп примут участие в финале областного этапа конкурса 1 апреля в Держинском районе. Екатерина Никитина, Алексей Корзун, Слудск ТВ Суперпопулярные бонстики приезжали в Слудск в рамках своих гастролей по Белоруссии. Как наши дети встречали гостей с планеты Бонетрон-24, вы узнаете в нашем сюжете. Персонажи бонстики – это веселые инопланетяне, которых придумали в торговой сети Евроопт. Коучуковые игрушки с присосками бонстики выдавали в магазинах при покупке на определенную сумму. Эти липучки стали очень популярны у детей и даже взрослых. Поэтому, когда бонстики в рамках тура по Белоруссии приехали на своем бонстик-мобиле в Слудске парк культуры и отдыха, посмотреть на них и поиграть с ними пришло множество детей. Несмотря на дождь и холод, ребята с азартом участвовали в конкурсах, которые проводила ведущая праздника. Все соревнования были по прилепливанию игрушек-бонстиков друг к другу. Пары, которые быстрее всех прилепляли бонстиков, получали подарки. На раз, два, три. Готовы? Давайте. Раз, два, три. Поворот. Поворот. И цепляем, цепляем бонстика. И ручку вверх. Есть, есть. На прощание участники конкурсов обнимались с бонстиками. Те, кто на сцену не попал, фотографировались рядом с бонстик-мобилем. Некоторые с гордой демонстрацией собственной коллекции липких игрушек. Как тебя зовут? Ульяна. Как ты собрала такую коллекцию? Мы с мамой очень долго ходили в Европу. И маме очень радовалось, когда нам давали бонстиков. Расскажи, пожалуйста, может быть, тебе бонстиков дают за какие-то там успехи, за оценки? Да. За что? За десятки. Какой твой любимый? Кудряш. Потому что он моего любимого цвета. Какого? Голубого. После Слуцка бонстики отправились в Солигорск. Эта встреча с забавными персонажами для ребят была последней, так как 15 марта акция завершилась, и бонстики уже вернулись на свою планету. Олеся Белая, Алексей Курзун, Слуцк ТВ. Футбольная школа для малышей открылась в средней школе номер 9. Сюда можно записывать мальчиков и девочек с трех лет. В день открытия маленькие посетители познакомились с тренерами и поучаствовали в пробном занятии. История футбольной школы Юниор в Беларуси пока короткая. Изначально этот бренд был основан опытными российскими тренерами. Организованная под российским брендом Юниор футбольная школа находится в Бобруйске. Сегодня они выезжают с Луцки. Каждую неделю, три раза в неделю дети будут заниматься футболом. Занятия в слуцкой футбольной школе Юниор будут проводить два тренера. Дмитрий Зубрей – выпускник Белорусского государственного университета физкультуры, который до 22 лет играл в Бобруйской белшине, потом преподавал в Бобруйском Юниоре. Максим Барчук – наш земляк. Закончил училище Олимпийского резерва в Минске и два года тренировал детей в слуцкой спортшколе. На занятиях с малышами они будут использовать специальную программу. Эта программа в Беларуси уже не совсем нова. Она уже какое-то время существует в Беларуси. Но первоначально я ее позаимствовал у Сергея Герасимец, бывший футболист сборной Беларуси, который отныне живет в Петербурге и преподает в институте имени Лесгофта. Я был знаком с ним, соответственно, он мне порекомендовал, что есть футбольная школа Юниор, для методики программы, которую он написал для нее. И вот, ну, соответственно, мы взяли ее и адаптировали, привезли в Беларуси и работаем по данной методике уже в Беларуси. Перед началом тренировки детям, которых привели на открытие, дали возможность просто побегать и поиграть с мячами. Некоторым компанию составили папы, которые вспомнили свое футбольное детство. Мое детство все в футболе прошло. В деревне у нас каждый день играли футбол, бегали, до вечера, можно сказать. Детство хорошее было. А сын уже проявляет какие-то способности к какому-то спорту? Ну, вот мячик он хорошо играет. Даже вот два с половиной было, Готика и Монну. Мы за домом хорошо играли. Да, Назар, дай мяч. Первое в Слудске занятие юниора провел тренер Бобройской школы Александр Ковалевский. Вместе с ним малыши сделали разминку и поучились техники ведения мяча. Все обучение в игре. Так ребята лучше впитают навыки, которые помогут им освоить азы футбола в чуть более старшем возрасте. И с ранних лет научатся работать в команде. Олеся Белая, Игорь Стрижкин, Слудск ТВ. Газета «Курьер» продолжает отслеживать события региона. Бытовой мусор. Каждые 10-15 минут на полигон в деревне Лисище прибывает мусоровоз. Какие возможные варианты решения этой проблемы предлагают коммунальщики? Каких граждан и в каких случаях обязывают возместить государству выплачиваемые пособия и больничные? Городской парк. Какие новинки ожидают отдыхающих в новом сезоне? Все подробности читайте в четверг в свежем номере «Газеты Курьер». Сегодня состоялось открытие супермаркета «Домашний» на улице Ленина, 290А. С 22 по 24 марта скидка 10% для семей с детьми, пенсионеров и инвалидов. И весь март и апрель скидка 7% сотрудникам Слуцкого мясокомбината, сахарафинатного и молочного комбинатов. Приглашаем за покупками в супермаркет «Домашний» на улице Ленина, 290А. Слуцкий РОВД устанавливает личность женщины на видео. Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личность женщины, которая 27 февраля 2017 года находилась в магазине «Мила», расположенном на первом этаже торгового центра «Маяк». Если вы узнали эту женщину, просьба сообщить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Это все новости на сегодня. Подписывайтесь на Слуцк ТВ в наших социальных сетях ВКонтакте и Ютубе. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте свои интересные темы. Журналисты нашего канала готовы разобраться в вашем вопросе. Всего вам доброго!